Как раз мы сейчас видим, подошла очередь, очередь тех, кто идет в Соединенные Штаты. Вот через этот туннель мы можем видеть. Вот люди стоят. Вот они. Там будет КПП. Я позже постараюсь для вас заснять. КПП, в который люди проходят. И уже проходят турники, там такая вертушка, и попадают уже на территорию Соединенных Штатов. Поэтому этот путь полностью легальный, абсолютно легальный на 100%. Всегда преимущественно, если вы поедете вместе с семьей, с маленькими детьми в частности. Вот спрашивают по, сколько лет должно быть детям, минимум, максимум. То есть у нас уезжают, уезжало очень много семей практически с грудными детьми. То есть это были от двух до семи лет. Это совсем малыши. Некоторые уезжали вообще, там, девушка, помню, на восьмом сроке беременности. Ну, на мой взгляд, это, конечно, экстрим. Но, тем не менее, у них сложилось все хорошо. Они сейчас на территории США. Вот, и все прошло комфортно и безопасно. Максимальный срок вашего ребенка может быть не более 17 лет. То есть у нас был случай, когда семья с Армении заходила, у них был парень. Парню было 17 лет, то есть 18 ему еще не было. А его не пропустили через границу. То есть ему нужно будет делать свой отдельный кейс, поскольку он уже, по мнению миграционных офицеров, считается взрослым. Поэтому, когда вы уже будете начинать процесс, вы наберете нашим менеджерам, либо мне, и на первичной консультации. Вам еще раз это все, конечно же, расскажут. Акси! Также, да, спрашивают, какая виза. Виза нужна в Мексику. Есть множество способов ехать в Мексику. Это иметь непосредственно мексиканскую визу, иметь российский паспорт. И есть также альтернативные способы. Это японская виза, мультишенгенская виза, австралийская, канадская, американская. То же самое мы помогаем и с билетами. То есть мы мониторим различные ресурсы. У нас есть множество скидочных купонов на авиаперелеты. И мы можем вам подобрать максимально комфортный билет для вас и вашей семьи. То есть по которым вы можете влететь в Мексику. А также хочу напомнить, что по всем процессам оплаты у нас либо договора, либо расписки. Многие тоже говорят, что договор это просто бумажка. Нет, друзья, договор это не бумажка, это юридический документ, в котором прописаны все необходимые условия, сроки, оплаты, ответственность, что немаловажно. Документ оформлен между физическим лицом, то бишь вами, и юридическим лицом, то бишь нашей компанией. В договоре все моменты учтены. Наша компания официально зарегистрирована как в России, так и на территории США. Вы, наверное, смотрели в Инстаграме. Наш главный юрист Илья открыл компанию Кристинский Партерс Инкорпорейтед. Ее возглавляет в данный момент как раз Алекс, контакты которого вы видели у нас в Инстаграме. Поэтому это официально зарегистрированные компании. И договор между вами и компанией, он имеет юридическую силу. То есть, в случае, допустим, если вы чем-то недовольны, либо, не знаю, там, каких-то неудовлетворительных процессов, что-то вам не понравилось, вы всегда можете с помощью этого договора, допустим, оспорить, там, если вы хотите вернуть за какой-то процесс деньги, вы всегда этим договором можете воспользоваться. Поэтому это не просто бумажка, это официальный документ. То же самое по оплатам за билеты, если вы будете пользоваться услугами нашей компании по визам, по услугам сопровождения. Мы делаем также расписки. И в случае, допустим, невыполнения наших обязательств, мы в любом случае вернем вам всю сумму. Поэтому по каждому моменту мероприятию мы составляем документы, официальные документы. Вот, имейте это в виду, друзья. Вот, еще хочу, да, напомнить еще раз, потому что сейчас пошел большой поток с Узбекистана. Сейчас много людей уезжает по фейковым российским паспортам, делают загранпаспорт липовый и там с территории другой страны въезжают в Мексику. Еще раз повторюсь, что в аэропортах проверяют паспорта. У меня проверяли несколько раз, сканировали, просили мой национальный паспорт. И не дай бог, если вы полетите по этому паспорту и вас поймают, то у вас будет все довольно печально, может закончиться. Вот, вы можете не выйти даже с мексиканского аэропорта по прилету, допустим, в Мехико-Сити, либо в Канкун. Вот, поэтому, друзья, будьте аккуратнее, не делайте липовых виз, не делайте липовых паспортов. Старайтесь въехать официально, потому что США не против въезда беженцев. То есть самое главное показать, что вы респектабельный гражданин своего общества, вы въезжаете на территорию США изначально легально. И вы...